Так, ребятушки, всем привет, всех приветствую на своем каналчике. Вот такая имеется потолочная плитка и после прилетов, получается, от вибрации отклеилась она. Приклеена она просто на мел, притом в других комнатах подобная плитка хорошо держится, а здесь вот в двух местах здесь и здесь отклеилась. И, по-моему, там еще третье место есть. Сейчас я вам покажу, как можно это все подклеить минимально, аккуратно, для того, чтобы все это держалось и, так скажем, не покоцать ничего, чтобы все было четенько. Погнали! Всем приятного просмотра. Сразу ставьте лайкосик, стартуем. Так, ребятки, стремянку приготовил. Использовать буду вот такой вот я клей. Клей называется Титан. Вот такой вот клей. Хорошо подходит также клей Дракон, если он у вас есть. Буду использовать клей и буду использовать обычный шприц. В шприц буду набирать клей и проклеивать те места, которые я не смогу достать. Вот здесь я уже тоже ремонтировал. Была очень сильная вибрация, подклеивалась. Отпадает вместе со штукатуркой, чтобы вы понимали, то есть клей держит хорошо. И вот такими вот кнопочками приклеил. Сейчас мы их поснимаем и так же сделаем. Будет все четко. Так, вот такой шприц, я его сразу разобрал. Обычный на сколько тут, 5 кубиков, да? Сейчас мы будем сюда заливать клей. Вот таким вот образом. Клея тут капелька. Клей густой. В общем, выдавливаем и набираем клей сюда. Видите, потихоньку он уже пошел. Вот внутрь клей. Так, ребятки, вот набрал полный шприц клея, засунул сюда эту часть. Все четенько. Теперь будем приступать к приклеиванию. Так, ребят, снимаем эти штучки. Видите, все четко пенопласт держится. Она же плитка потолочная. Все хорошо. Эти штучки убираем. И даже не видно, что они здесь были у нас. Убираем по периметру. Они нам пригодятся. Приклеить те, которые подпадали. Вот видите, все держится четко. Вот, жменьку. На примере вот этой плитки, видите, вот отошла она немножко. Сейчас я вам покажу, как это все сделать. Вот наш шприц. Вот так вот можем мы сюда подлезть. Выдавить по периметру, нанести клей. И гвоздиками вот так в шовчик сюда прикрепить. И будет все держаться четко. Берем, оттопыриваем, берем наш клей. И постепенно вот так наносим, выдавливаем туда клей. Для чего шприцом? Да просто, ребят, потому, чтобы полностью не отрывать. Вот. И чтобы все держалось. Вот нанесли клей. Убираем в сторону. И теперь наши пимпочки вот так раз и в шовчик. Это канцелярские обычные кнопки. Раз, здесь где-нибудь зафиксировали. И здесь. Все. Угол приклеится, кнопки вы уберете и будет все четко, ребят. Так, ребят, если у вас вот так чуть-чуть отходит, где-то срединка, тоже хорошо подходит шприц. Можете поддеть или ногтем, пальчиком, либо же, собственно говоря, ножичком, чем-то еще, шпателем. И вот сюда наносите. Локально, то есть, да, вам не надо всю отклеивать плитку. Нанесли. Здесь еще нанесли клей. Вот. Теперь берете также такие же пимпочки. Раз. И в шовчик сюда, для того, чтобы потом, когда вы сняли, никаких следов не осталось. И еще здесь. Вот так. Два и можно третью где-нибудь. Но если у вас, смотря сколько штук, я стараюсь их побольше напыкивать. В штукатурку хорошо они влазят. Четенько просто. Все. Потом снимите и будет красота. Сейчас возьмемся за вот эту, самую трубную. Видите, насколько она склеилась. Тупо половина практически. Сейчас мы будем ее приклеивать. Там, кстати, я чувствую, штукатурка высыпается. Вместе со штукатуркой отклеиваем. Вот, ребятки, как я набираю полный шприц. Видите? Надавливаю прямо отсюда с пузырька клей. Все. Надавил. И теперь вставляем и погнали. Такой красивый шприц у нас получился с клеем. Погнали дальше. Так, ребят, тут большая плитка, поэтому может понадобиться два шприца. Давайте, погнали. Так же наносим по периметру наш с вами клей. Вот так вот. На угол побольше. Вот, да. Два шприца. И набираем второй шприц. Так, набрал второй шприц. Погнали, ребят, давайте с этого края теперь здесь сразу проклеиваем. Вот так наносим, наносим. Тут тоже точечку жирную. И пошли, пошли, пошли. Вот так вот. Ну и здесь добавляйте где минимум. Все, шприц в сторону убираем, достаем и погнали клеим. Раз. Здесь на уголочке сразу тут по центру где-то. Раз. И здесь. Потом убираете, и все у вас приклеено. Все вообще четенько будет. Как-то так, ребят. Так, ребятки, вот все мы подклеили. Теперь можно будет через пару часиков снимать эти кнопки. И будет все четко, просто железобетонно. Да, кстати. Смотрите, если у вас прямо очень твердая штукатурка, можно взять какой-то малярный скотч. Почему малярный? Он не будет оставлять следов, когда вы его сдерете. Вот и все, ребят. Такой вам лайфхак. Дальше, смотрите, ребятки. Для чего эти кнопки, для чего малярный скотч? Для чего? Для того, чтобы просто-напросто не держать. Через два часа это уже будет железобетон. Оно будет держаться и отпадать только вместе со штукатуркой. Кстати, у кого так же мел, как у меня, ребят, не переживайте. Мел пропитывает. И если отпадет, то со штукатуркой. Но никак не отмель. Так, ребятушки, вот так выглядит готовый потолок. Я результатом целиком и полностью доволен. Также вы спросите, на что можно клеить, кроме клея дракон и того, которым клеил я. Ну, напишите в комментариях, ребят, сразу, кто-то может клеил чем-то другим. Поделитесь своим опытом. Я все время клею на дракон и в этот раз попробовал титан. В принципе, тот же самый клей. Почему он не нравится? Да потому, что клей прозрачный. Его можно запросто вытереть. Не оставляет вообще никаких следов. Просто банально веточью, тряпочкой какой-нибудь. Можно вытереть бумагой. И все четко и красиво. Что еще хотелось бы, ребят, вам добавить по поводу этого потолка? Мне данная потолочная плитка очень нравится. Почему? Потому что она немного утепляет потолок. Если ты лазил под потолком до того, как поклеил плитку и после. Вот напишите в комментариях, сразу чувствуется результат. Не так тянет от потолка. Это у меня частный сектор. Перекрытие деревянное, по штукатуре, надранка. И получается из-за того, что прилеты, трусится потолок. Очень сильно вибрация идет. Особенно, когда прилетает что-то мощное. И получается из-за этого вместе со штукатуркой отклеивается. Я для себя вот такой вот вариант сделал. И я вам должен сказать, что я в принципе доволен. В сто раз лучше, чем побеленный потолок. Кстати, вот на побелку также покрасил стены. Водоэмульсионка для наружных работ. Видео есть на канале. И тоже считаю, что это хороший результат. Вот давайте пройдемся по потолку. Ну, посмотрим, как все здесь сделано. Ну, я должен сказать, что сделано хорошо. Нигде ничего теперь не отпадает. Если бы не было такой вибрации, то, как и в других комнатах, эта бы плитка стояла бы, так скажем, 100 лет. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому вдруг нужна страховка на автомобиль, залетайте по ссылке в описании. И по моему промокоду TOXICUL21 вы получите 10% скидки на ваш автомобиль. Вот. Делитесь опытом, на что клеите вы. Также плитку есть еще на гипсовую штукатурку, на шпаклевку клеят. Ну, мне кажется, это намного муторнее работа, проблематичнее и грязнее. Повымазывать плитку, потом ее отмывать, так далее и тому подобное. Всех обнял до хруста. Пока-пока. До новых встреч.